Привет! И если человек всё время в ваших мыслях, ну хорошо, не всё время, а иногда, как у кого? Если вы думаете об этом человеке, иногда или постоянно, у всех по-разному, однако, вопрос горячий, вопрос интересный. Почему этот человек постоянно в ваших мыслях? Что это может означать? Давайте разберёмся. И вы разбираетесь сами с собой, когда вы смотрите моё видео, вы присутствуете сами для себя в своём пространстве. Моё видео вы всегда смотрите исключительно только для себя, чтобы разобраться в своей жизни, чтобы разобраться, нужен вам тот или другой человек, чтобы понять, почему вы думаете о нём или о ней, думают ли они о вас в той же мере, в меньшей или большей. Здесь мы с вами такие аптекари, то есть разбираемся на весах, взвешиваем. Это, естественно, принцип Вселенной – взвешивать всё и понимать, разбираться, чего больше, чего меньше, каких ингредиентов наших мыслей у нас больше и меньше, из чего состоит наша жизнь, как это может нам помочь или помешать делать правильные выводы и принимать правильные решения. Для начала я спрошу карту Таро, если вы мне позволите. И тема простая, но важная – секреты других людей. Это важно. У нас у всех есть секреты. И когда мы в своём пространстве интересуемся секретами других людей, развивается наш мозг. Чисто спортивный интерес, не обязательно сплетни. Сплетни в хорошем понимании этого слова, сплетни самим собой. Но это не сплетни, конечно, это тоже только слова. Точно так, как лярвы подселенцы – это только слова, а за ними стоят по-настоящему злые люди. Так и здесь. Итак, ну, сплетнику или нет, естественно, нет. Но когда мы сами с собой, хотим мы или этого – нет. Но если у нас развит мозг человеческий, то уже доказан сравнительный анализ. Это и есть понимать, кто мы в этом мире и кто другие в этом мире. Это, кстати, карты Light Seekers. То есть те, кто ищет правду. Те, кто ищет свет. А там, где свет, там правда. На свет Божий вывести вот этот вопрос. Почему мы думаем об этом человеке? Что-то означает, когда у нас постоянно в голове такой подселенец. Словами эзотерическими называется подселенец. И подселенец бывает в хорошем, плохом понимании слова. В любом случае это плохо. Если даже в хорошем понимании мы о нем думаем, потому что заботимся о нем. Например, взрослый ребенок, который по нашему понятию, что неправильно там делает. Как-то живет не так, как нам бы хотелось. Или живет несоответственно нашим морально-этическим или же каким-то другим принципам. Ну вот вопрос на засыпку. Почему этот человек, может наш сын, дочь, взрослые дети? Почему мы все время о них думаем? Почему наше счастье зависит от того, поступит ли сын в медицинский институт? Найдет ли дочь себе пару? Кстати, пару, которая будет соответствована нашим параметрам парой. Вот такая важная вещь. Нам легко судить других, очень быстро получается. Но проследить свой ритм жизни и свой, как говорят, train of thoughts, свои мысли, это труднее. Нам всегда кажется, даже, кстати, когда мы думаем, что мы себя не любим, или у нас низкая самооценка, нам всегда кажется, что мы лучше других, что мы знаем лучше, чем другие, чем понимаем жизнь лучше. Всегда так кажется человеку. Потому что иначе человек бы не жил, если бы он думал, что он плохой. Каждый человек, видит он в себе правду или нет, он все равно думает, что он хороший внутри. Иначе человек бы с ума сошел, если бы он думал, что он плохой все время. Сходит с ума те, кто считает себя плохими и грязными. Бывает человек, делая плохие или грязные поступки, не осознавая того. Итак, в наших мыслях постоянно не мы сами, а другие люди. Что это означает? Давайте спросим у карты. Задавайте свои вопросы картам. Что это означает? Я буду брать разные карты, и вы найдете у себя в тех картах, которые будут с вами больше резонировать, и поймете, почему вам так важен и нужен тот другой человек, который по хорошей или по плохой причине стал подселенцем в вашей головушке буйной. Четверка жезлов. Это страсть. Это может быть кто-то, кто смотрит. Это человек гормонально вам подходит. Вы о нем думаете, потому что у вас есть притяжение. Вам человек это нравится по харизме, по запаху, по ощущениям, по всему. К этому человеку вы испытываете страсть. Вы хотите, чтобы эта страсть была обоюдной. Почему вы о нем или о ней думаете? Семерка жезлов. Это карта иллюзий каких-то. Это карта иллюзий, что... Это, кстати, карта не обязательно врагов-конкурентов, но те люди, которые, в общем, вы о них думаете, потому что вы считаете, у них больше чего-то есть, они лучше вас, моложе, красивее, богаче, умнее. Не знаю, вы, может, этого даже не знаете. Но вы им завидуете. Говорят, белая зависть, черная зависть, всякое. Говорят, темная, светлая зависть. Но по какой-то причине вы считаете, что вы могли бы быть лучше их, а у вас вот вам не повезло, у вас в жизни сложилось так или иначе, что они лучше вас устроились в жизни. И вы, даже не зная того сами, им завидуете. Ну, признайтесь. Ну, кто вообще за вами следит? Вы у себя в пространстве. Вас никто не судит. Я независимый таролог. Я просто беру карты, а вы решайте сами. Безусловно, у нас есть у всех 7 человек хотя бы. 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7. Таких людей, за которыми мы следим. Может быть, в Инстаграм, может быть, в Ютуб. И мы проверяем, окей, по возрасту подход, такая же, как я или нет. Почему у него там это лучше? Почему у него там, ну, что у кого? Ну, карьера лучше, денег больше, волосы гуще, глаза больше. Ну, не знаю, что. Партнер лучше. Жизнь более интересная, она путешествует, а я нет, например. Она в своем доме, я в квартире. У меня даже квартиры нет. Я вообще не имею даже пособия. Не знаю, что завтра буду есть. А вот она показывает свой стол, она показывает всю свою жизнь. Это не обязательно ваша ситуация. Это может быть даже кармически, кармически как-то ваши предки так поступали. Но это не поступок, это мысли. Мысли у человека бывают разные. Десятка чаш говорит о том, что вы думаете сейчас об этом человеке, потому что хотите с ним счастливую семью, и не понимаете, почему он этого не хочет. Почему у него другие планы, или он не делает столько того, чего вы делаете для того, чтобы создать с ним счастливую судьбу, семью, потому что это человек другой. Вот у него, может быть, нет понимания такого, как у вас. Ботом-лайн, что люди не должны нам соответствовать. Они не родились, чтобы нас сделать счастливее. Девочки часто страдают этим грехом, что мужчина, он должен, он обязан. Мужчины часто манипулируют, этим пользуются. В общем, люди, они манипуляторы большие. Да, манипуляторы. Ну, конечно, человека, о котором вы думаете все время, по десятке чаш, некоторые, кто сейчас смотрит, все время думает об этом человеке, это потому, что этот человек стал подселенец. А потому что вы на нем зациклились и решили, что вы только с ним можете строить счастье свое. Карта императрицы. Это интересная очень карта в этой колоде. Видите, видишь, земной шар в том, что чем вы занимаетесь, что у вас на уме на сердце, и что у вас в планах, что вы в себе возвращаете, что вы в себе культивируете, что вы в себе хотите развивать, какой ресурс. И часто нам кажется, мы следим за людьми, которые этот ресурс уже имеют. И нам кажется, что они уже имеют то, чего у нас нет. Мы хотим у них, может быть, секретик какой-то подсмотреть, как они достигли этого. Может, мы воспользуемся их опытом жизненным. Но это часто, кстати, не работает. Но тем не менее мы все в меньшей или большей степени хотели бы быть как императрица. Самыми успешными самыми. Это правильно, потому что человек только тот, который хочет, у которого есть желание. Но это важно. Только те, которые действительно хотят, чтобы жизнь была успешной, этого добьются. Так вот так вот просто все не бывает. Мы ничего не хотим. Мы такие скромные, вдруг стали очень успешными. Так не бывает. Успешный тот, который очень много усилий делает, чтобы успешным стать. Карта маг. Ну, вы можете, вы можете стать такой императрицей, не стоит думать о них. Но это, может быть, вы думаете о том человеке, который сделает вас императрицей своей. Карта маг. Может, вы думаете о мужчине, которого для вас маг. Он вас замагичил. Замагичил своей харизмой, своим запахом, своими гормонами, с мужским достоинством. Каждый понимает понятие мужское достоинство по-своему. Но, тем не менее, кто-то вас так сильно замагичил, что вы постоянно или иногда о нем думаете. Кстати, карта магии, если она без императрицы, она для некоторых может означать человека, который действительно делает магию, чтобы вы в своей жизни не жили, а думали только о нем или о ней. Король жезлов. Вернее, король рыцарь. А здесь, может быть, вы на себе намечтали принца. Такого рыцаря, это принц, который будет страстный, будет соответствовать вашим потребностям для пары. Вы думаете о таком человеке, и, может быть, даже эта карта опасна в данном случае, потому что, может, те люди, которых вы встречаете, вы им надаете, вот, даете сразу такие качества, таких рыцарей, хотя вы не знаете, обладают они этими качествами или нет. Потому что вы еще и достаточно их не знаете, чтобы делать такие выводы. Вот, часто бывает так. Совет. Ну, думайте о себе больше, чем о других. Если вы себя сканируете, и в течение дня вы думали о других людей, о людях, ну, мы сейчас весы, да, делаем, как в апсеке, я сказала, это важно, как астролог вам скажу. Думайте о других людях больше, например, ну, астрология, например, цифра 9 очень важная, да, 9, более чем 9 минут в день, то подумайте, зачем вы это делаете, и этот человек, может быть, не хотел стать подселенцем и воровать у вас время, да. Но я только здесь говорю для личного, личная карьера, если вы думаете о сотрудниках больше или о начальниках, хуже, когда начальник своим голосом вас говорит точно подселенец, я не говорю абсолютно о других вещах, да, я говорю о личном, о личном вашем. Итак, какой совет дадут вам карты относительно этого всего? Карта Луна – это предки, это предки, это ваши таланты, это от рождения. Вы, в принципе, поступаете так, как поступали предки. И человек, он был, но наши предки все были менее осознаны, чем мы, чем человек новый, он другой, он совершенно новый, он не везде такой, но он претерпевает сейчас, мы земляне претерпеваем, новое измерение, новое время. Так вот, предки, естественно, у них были другие параметры, у них были другие ценности, общечеловеческие, традиционные, личные, национальные, у всех были другие ценности. Это было раньше. Это было раньше. И карта Луна говорит, что на нас влияют эти предки, которые жили раньше, так как они себя вели, так как они думали о других, так как они устраивали жизни, а предки все, естественно, зависят от века, там, каменный век, там, средний века, века возрождения, ну, вы знаете, века, там, десятый век, там, век две тысячи лет назад или до нашей эры, до рождения Христа или после. Они были разные, они были агрессивные, они были ужасные, ужасные законы были. Дикие, дикие совершенно у нас есть предки. А мы забываем об этом. Мы забываем, что есть у нас дикие предки. И в свое время они были, это нормально было, но в наше время уже не так. Мы должны знать, что иногда мы слышим голос подселенца предков, который нам диктует относительно их эры проживания. Мы должны помнить это. Так что не там, все не так там, не все золото, что блестит. И не все они святые, наши предки, да. Наверное, нет святых людей, никогда не было. Папа Римский тоже не святой, мы это знаем по его поступкам. Королева Жезлов. А если мы думаем о других людях 9 минут больше, чем в день, или 50% больше в течение дня, то нужно это, конечно, ну как бы не то, чтобы пресекать, то, от чего мы хотим избавиться, становится монстром и нас преследует. Избавиться от этого не нужно нажимом, а нужно себя увлечь своей жизнью, то есть, чтобы жизнь была интересна, заниматься какими-то делами, идти по своим делам. И тогда вы включитесь здесь и сейчас, когда будете заниматься своими делами. И, да, идти по своим делам, это то спинтакли, идти по своим делам. Еще какой совет дадут вам карты. Ух ты, карта справедливости. Ну, особенно касается справедливости, что это партнеры в личной жизни. Мы вкладываемся в партнера, столько на столько, откладывается в нас. Идеально 50% на 50%. Мы в кого любим, вкладываемся столько же, сколько вкладывается в нас. Если начинается перекос, со временем этот перекос влияет на отношения. Ну, это закон Венера. Сколько взял, столько получил. Это не только отношения, это все буквально. Столько, столько, сколько дал, столько получил. Часто на работе, например, особенно если мы чувствуем, что мы там не дотягиваем, думаем, что другие умнее нас, мы на работе вкладываемся больше, чем мы получаем денег. И тогда это, конечно, дикий перекос, и это влияет на здоровье. Потому что дом работы, это шестой дом гороскопа, это как мы работаем, такое у нас будет здоровье. Шестой дом гороскопа, это дом здоровья и техники нашей работы, так как мы умеем работать. Вот поэтому, естественно, нужно вкладываться столько, сколько нам платят. Платят вот такое определенное количество денег, и на эти деньги, на работе нужно вкладываться не больше и не меньше. Меньше тоже нехорошо, мы портим свою карму, но если больше, мы всегда отравляем жизнь и портим здоровье. Так что вкладываться нужно столько, сколько нам платят, то есть 50 на 50. Вот это закон природы, и, на мой взгляд, расклад был потрясающий. Многое штук дал. Здесь будет два расклада для вас. И расклады будут на картах Таро и на картах Кеппер. На такую тему. Исповедь человека, о котором вы думаете иногда или все время. Независимо от того, это ваш любимый или враг, неважно. Нужно узнать на картах то, чего вам не видно, чего непонятно. Это всегда так бывает. Карты показывают то, чего не видно. Исповедь человека, который сейчас у вас на уме. Почему он так себя ведет, почему он так поступил. Первый расклад будет на картах Кеппер, а потом, с вашего позволения, я перейду на карты Таро. Смотрите обе расклада, а потом делайте выводы, какой расклад больше позволяет вам проанализировать вашу ситуацию, какой расклад больше дает вам советов. Иногда так бывает, что один дает какие-то советы, другой, и вместе складываете, и получается полная картинка того, что вам делать дальше. Приступаем к раскладу. Я делаю расклад на картах Кеппер, и в это время, это таинственное время, вашего присутствия на раскладе, оно магическое, потому что за вами никто не следит, вы в себя в пространстве. Можно задавать картам моим ваш вопрос, почему тот или другой человек так себя ведет. Это может быть друг или враг, это может быть теперешний или бывший, это может быть человек любого возраста, неважно. Это может быть тот, о котором вы заботитесь, или наоборот вас раздражает, почему он или она так себя ведет, почему они делают такой или другой вывод из жизни, какие их дальнейшие действия в отношении вас. В общем, все вопросы. Чем конкретнее будет ваш вопрос, тем конкретнее будет ответ этих замечательных карт на такую тему. Предлагаю вам не забывать, но просто напоминаю, что расклады всегда актуальны во время вашего просмотра. Тогда, когда вы расклад нашли, тогда для вас он и актуален. Тогда вам он и ответит на ваши текущие вопросы. Что-то у меня не выходит сделать. Так, вроде неплохо. Ну что ж, карта Киппер – это немецкая система. Система очень грамотная. Система, которая показывает то, чего не видно. Так бывает часто, что мы знаем всё, думаем, мы знаем всё и ищем в картах подтверждение того, что мы знаем. Но это не то, для чего карты сделаны. Они показывают тайны. Тайны вас, тайны мироздания, тайны вашего будущего и прошлого. Это карта фальшивой персоны. Тот человек, о котором вы сейчас думаете, он не всё говорит. Он многое скрывает, он многое держит за кулисами. И, может быть, он некоторые скрывает даже от себя, не зная того, что он и кто он. Он или она. Итак, друг он или враг вам? Той человек, о котором вы сейчас думаете. На дне у колоды была карта фальшивой персоны. Я могу сказать, что довольно у многих слушателей он не тот, за кого себя выдаёт. И это часто бывает с нами, когда мы себя не любим или считаем, что что-то не так нам уж или, что мы это not enough, недостаточно, что мы недостаточно хороши, умны или ещё как-то. И мы действительно выставляем на показ себя искусственного, такого, которого мы сами себе придумали, или тот человек, о котором, вы думаете, это сделал, чтобы скрыть себя настоящего. То есть, ну, это может быть он не настоящий. Может быть, кстати, такое бывает, что тот придуманный, которого он выставляет, это и есть он настоящий, но он просто не верит этому. Поэтому он такой фейковый получается. Потому что внутри он думает, что он плохой, дурной, тупой, некрасивый. А, кстати, это часто нас тоже касается, хоть мы и не хотим признать и увидеть в себе такие погрешности. Итак, тот человек, о котором вы думаете, исповедь его или её, давайте привлекать их в дух в ваше пространство и посмотрим честно, посмотрим честно в глаза этому человеку, кто он на самом деле или она для вас, вдруг он или враг. И тот человек, о котором вы думаете, вдруг он вам или враг, хороший для вас или плохой. У многих проиграется он подарок для вас. То есть иногда даже человек, который вроде бы с ним тяжело, нам является подарком, потому что мы, взаимодействуя с этим человеком, взаимодействуем со своим вашим «я» и узнаём больше о себе. Это карта подарка. Это человек, скорее всего, для вас как подарок, даже если он вам враг. И часто бывает так, что враги являются подарком для нас, потому что они позволяют нам узнать больше о наших реакциях относительно того или другого события. То есть мы познаем себя, взаимодействуя с теми, с которыми нам неудобно или неловко. Итак, исповедь того человека, который у вас на уме. Вот здесь это карта «Якорь». Но карты мы смотрим только в прямом движении. «Кипер». Это «Кипер»? Да, это «Кипер». Потому что у «Чера Маркетти» есть точно такая карта «Ленорман». У меня их вообще три или четыре даже колоды. Карта «Якорь». Карта «Дистанционных горизонтов». «Distant Horizons». Эта карта говорит, что вы хотите с этим человеком быть вместе. Он о вас скучает или она, или вы о них. И вы сейчас в разлуке на дистанции. «Distant» написано на дистанции. По разным причинам. Разные люди меня смотрят. Как я уже не раз говорю, у нас в союзных бывших советских республик было 15 республик и, наверное, 100 с лишним национальностей. И в результате нашего прошлого советского мы с вами владеем русским языком и мы можем друг друга понимать. И поэтому я могу помогать огромному количеству людей из разных культур и национальностей. Так что уж не обессудьте меня, дорогие мои, особенно дорогие земляки, потому что я украинен, кенедина. Я украинка и не обессудьте, если я говорю так, как меня понимают 100 с лишним национальностей. Итак, дорогие мои, вопрос такой. Кто это человек, о котором вы сейчас думаете? Но я уже вижу, что многие из вас думают о том, с которым вы сейчас не вместе. Это вы, main female. Main – это главная персона. И это карты вообще немецкие. Hauptperson, правильно было бы сказать. Но вчера сделал карты, основываясь на вегетарианской... Нет, вегетарианской. Подождите, перефразирую. Королева Виктория. В вегетарианской эпохе Англии. Он поехал в Англию, там все изучил, поэтому они на английском. Main female – это тот человек, который сейчас смотрит расклад. Вы, наверное, женщина, социальная роль ваша женщина. Не забываем, что женщина – это социальная роль или же роль биологическая. Она бывает разная. Бывает социальная роль такая мужская у женщин, кто карьер устроит, а биологическая женщина. В общем, я об этом сейчас разговор. Хотя тема очень актуальная и интересная. Многие люди запутались в этой теме и сами себе усложняют жизнь. И так. И так. Сейчас общество, в котором вы или он, оно, видите, общество, это может быть семья. Вы запутались в чем-то. Вам нужен совет на данный момент. Совет от рода, от вашего рода. Совет от рода нужен. Почему этот человек так себя ведет? Исправить его. Почему он отдалился, например, или она? Или же он не общается так столько, сколько вы хотели бы. Якобы не выходит на связь. Как у кого? Sudden Wealth – это карта того, что человек выйдет на связь. Но это карта внезапной радости. Что же чувствует к вам этот человек? Напоминаю, что здесь может быть и любовь, и другие сферы вашей жизни. Что человек чувствует? Вы себя узнаете. Через addiction он осуждает. Он чувствует, что вы его осуждаете. Он чувствует, что он вам не соответствует. Что вы им недовольны. Что вы его критикуете. Что вы в нем разуверились. Он чувствует, что ли вы судья, что ли. Это его и не я, не ли ее. А вы как судья здесь сидите. Такой мировой судья. Но мы все девочки, мы судьи, мужчины. Потому что если это мужчина, вы спрашиваете. Вообще судей другим людям. Кстати, вот есть даже книга такая вышла в Израиле какого-то психолога. Что именно сплетни, то есть интерес к другим людям. Такой секретный интерес. Что у них там в секрете Киев? Ну это называется сплетни. Некрасивое слово, но секреты других людей. Мы хотим их узнать. Именно это и помогло эволюции человека. Так что, ну не сейчас, а в пещерные времена. Вот именно желание узнать больше о секретах других, оно развивало мозг. Помогало нам иметь такую функцию у человека сравнительный анализ. Так что, ну в меру, ну сравнительный анализ себя и других, он иногда полезен. В меру. Ну это чисто, знаете, такой ради спортивного интереса. Такой сравнительный анализ, он, кстати, полезен нам. Такое дело, нелегкое дело. Вы сейчас в своем пространстве, вы абсолютно свободны, в секретном пространстве. Я же на виду. Так что будьте милосердны к человеку, который на виду. Итак, что же этот человек? Я перемешивала карты, пока разговаривала с вами. Очень важные слова. Всегда говорю ничего, не говорю просто так. Это карта Джонни. Вы, наверное, в разлуке. Вы уехали, но понятно, что война разлучила всех, теперь многих. И война дело непростое. Послевоенный период восстановления будет длиться поколениями. И здесь вы переехали, вы уехали, от войны убежали. Либо же уехали вы, чтобы своих детей защитить. Либо уехали, ища место, где более нормальные законы человеческие. То есть каждый уехал по своим параметрам. Но вы теперь в разлуке. Многие процентов, хороших 100 людей сейчас в разлуке. Многие в разлуке просто чисто по domestic violence называется. Это человек выпивает зло, и вы от него убежали. Или вы в разлуке, потому что вы не понимаете друг друга, хоть где живете вместе. Ну хорошо, там несколько процентов людей живут в мире. Это шикарно, я счастлива. Таких становится больше, потому что я помогаю людям найти общий язык. Но некоторые люди в разлуке, потому что разлучили их обстоятельства. Третьи лица, влияние третьих лиц или глобальные события. Вы сейчас в разлуке с тем человеком, о котором вы думаете. Это, кстати, не обязательно. У всех проиграется любимый человек, муж. У некоторых это просто друг или же член семьи, или же, ну я не знаю, коллега, кто угодно. Но вы сейчас в разлуке. Вы сейчас в разлуке. Итак, исповедь человека, с которым вы в разлуке, что такое, что на вас думает? Та же самая карта вышла. Видите? Хотя, вот видите, я очень хорошо карты мешаю. Человек действительно от вас отдалился по обстоятельствам, от вас независимым. Видите, как я карта мешаю? Очень-очень грамотно. Но тем не менее, вышла одна и та же карта. Она говорит, что многие сейчас в разлуке по разным обстоятельствам. Вот, может быть, в разлуке, потому что он уже улетел в астрал, то есть он, ну, выпивает. Да, он вообще о себя не отвечает. Или он совершенно, у него неправильная спайка в мозгу. Он не умеет себя вести, он в разлуке со всем миром, потому что он в своем неправильном мире живет. Но каждый человек живет в своем внутреннем мире, но внешний мир он какой есть. Он какой есть, и с ним нужно взаимодействовать на документальных основаниях. Но человек в астрале, человек выпивает, или человек злой, или человек кармический, у него кармические узлы. Часто не только там партнер кармический. Кстати, бывают друзья кармические. Они даны нам для того, чтобы мы могли что-то понять о себе, да. Потому что в других людях мы видим только себя. И, может быть, вы сейчас одни, например, вы уехали, да, человек остался там. Вы должны, ну, как бы, нет у вас двойного дохода. И вы думаете, найдете ли вы работу в новом месте. Вот сейчас такой вопрос. Это карта страхов. Вы боитесь, что вы работу не найдете. Карта, что вы не знаете язык. Вы дома. Вы боитесь, не бойтесь. В новом месте вы как дома. Вы будете счастливы, что вы в новом месте. Вы найдете себя. Вы узнаете новый язык, новую культуру. Может, освоите новую профессию. Это так все интересно. Не сидите, не ждите, не тушуйтесь, не бойтесь, что новое пространство. Это же все-таки не Марс, правда. Это новое пространство другой, более такой свободной страны, может быть, или более богатой страны. То есть вы себя найдете, устроитесь хорошо. Ну, а мы продолжаем исповедь человека, которым вы думаете, что он за человек. Ой, подарок. Видите, такая карта первая вышла. Этот человек как подарок. Этот человек может быть, вы сейчас и в разлуке, у всех по-разному. Дорогие, мы живем в такое время, у всех по-разному. Очень сложно быть предсказателем. Но я хочу помочь людям найти себя, найти лучше, конечно, для себя, потому что это важно. Достойные люди меня смотрят. И этот человек, которым вы думаете, вы в разлуке с ним, или же развелись, или вас разлучили обстоятельства третьей лица, или глобальный порядок вещей. Эта карта подарок, этот человек вас любит, и вы для него как подарок. Не сомневайтесь ни на минуту. Это карта предательства. Это карта человека, который у вас что-то украл. Называется поварти, бедности. То есть человек по бедности своей у вас что-то украл, украл ваше сердце, или на работе манипулирует вами. Это человек бедный, у него ничего нет для себя. Это вор, это манипулятор, это человек, который оборотень, подселенец и вампир. То есть, к сожалению, попали в такую ситуацию, когда и в отношениях вампир, и на работе вампир. Что это нужно сделать? Что нужно сделать в данном случае? Вы попали в сложную ситуацию, потому что так сложилось, что вы были офф-гард, и присосались к вам лярвы сущности-подселенцы. Это в личной жизни подселенец и на работе. Кто-то ворует вашу энергию. Значит, вам нужно, как говорят, развернуться на 180 градусов, но это сложно. Это сложно, только здесь, на моих раскладах я мотивирую вас на это. Что нужно полностью уйти из отношений, потому что обе карты очень плохие, и уйти с работы, найти другую работу. И вначале нужно себя восстановить. Продолжайте быть в этих отношениях, и продолжайте быть на этой работе, пока вы себя не восстановите. То есть не научитесь жить, как в своём коконе, независимо от этих людей, не объясняя им, кто они, потому что вампиры и сущности, и подселенцы, они становятся только жёстче, если вы им дадите знать, что вы поняли их. Просто восстанавливайте себя. Когда вы почувствуете, что у вас уже есть такая сила, начинайте уходить от этого человека и искать другую работу. И на новой работе и в других отношениях начинайте по-другому себя вести. Понимая своё пространство и пространство других людей, вы восстановитесь. Это очень хорошая карта. Вы найдёте себе лучшие отношения, и вы найдёте себе лучшую работу. Но вначале вам нужно понять, что где-то вы позволили другим людям вас использовать. Это карта «Подарок». Она говорит, что есть шанс у вас быть вместе с этим человеком, помириться с этим человеком. Такова его исповедь. Он в этом заинтересован. Но эта карта говорит, что вы в этом не заинтересованы, потому что это как джекпот. Этот человек помирится с вами, потом опять будет делать то же самое. Такой ответ. Такой ответ дают карты на ваши вопросы. У вас сейчас должна быть перестройка внутри себя, понимание, что мир, он полон других людей, которые могли бы вам быть лучшими партнёрами. Это трудно, это нелегко. Та же самая карта вышла. Говорит, что ищите себе другого человека. Человек, который передал, предаст опять. Видите, это был Семен, карта. И она говорит, что у этого человека очень много харизмы. Это может быть ваш бывший, который отобрал у вас сердце, потому что он очень сильно вас взял гормонально. Или же ещё по каким-то, ну, очень нравился, да, нравится. И даже если вы не знаете, ещё вам нравится, и он стал подселенцем. Потому что вы держите его в голове не потому, что этот человек вас держит, а этот архетип держит. То есть держит эгрегер этого человека. И у вас есть шанс сейчас понять это, потому что сейчас вот я обладаю магией, я могу вам сказать, что это подселенец, это уже не тот человек, который думаете у вас в голове. Это подселенец, это его заменитель, это оборотень, который держит в голове вас. И вы не живёте свою жизнь, вы не движетесь назад. Некоторые женщины так всю жизнь проживают до самой старости. И не могут выгнать подселенца, потому что они понимают разницу между бывшим и подселенец, который, это лярва сущность, который стал заменителем этого бывшего. Так что избавляйтесь от лярвы, говорите, я лярву больше не служу. И ищите других себе людей, вы найдёте себе счастье точно, да. И ещё буду брать карту. Смотрите, кто-то о вас думает, видите, кто-то о вас думает, рисует ваш портрет. И вас это может касаться в любое время вашего просмотра, что сейчас есть человек на земле, который скучает о вас и думает о вас. Этот человек со взрослым мышлением, он может быть грамотно выстраивать отношения, ведь отношения нужно выстраивать не эмоционально, а грамотно, потому что у него есть опыт, видите? У него есть опыт. Это грамотный человек, в эти книги там и земной шар. Это, кстати, может быть человек из другой культуры. У многих есть возможность найти себе человека из другой культуры. Да, грамотного, образованного человека из другой культуры. У вас есть возможность это сделать. Итак, думают ли о вас сейчас люди? Что за люди? Люди – это деньги. Может быть, работодатели какие-то хотят именно с вашим опытом, если вы в эмиграции или дома у себя, найти человека с вашим опытом. Посмотрите, у вас есть возможность заработать лучше, лучше устроиться финансово. У вас есть возможность быть богатой, независимой финансовую свободу, иметь быть счастливой. И да, конечно, этот расклад показал, что это интересно, тайны других людей. Но собака зарыта в том, чтобы вам свои тайны, свое сокровище в себе обнаружить. Вот так. Бывает так, что о вас думают враги, да? Вот это карта суда, видите? Тут судья, и здесь может быть суд из-за наследства. Бывает так, что о вас думают ваши враги, но это родственники, к сожалению, в большей или меньшей мере, которые хотят… Но у них нет морали в голове. Как говорят, нет бога в голове, да? Они стержатели, они неправильно воспитаны или неправильная спайка в мозгу была при их детстве. У всех есть такие родственники, я вас умоляю. У всех они есть. Итак, когда закончится вот этот ужас с этими родственниками? Occupation. Эта карта предлагает вам вообще не думать об этих судах. Я помню у себя по наследству, мне вообще это не важно было вообще. Вы будете очень богаты, и вы сможете какую-то профессию начинать свою. Вы посмотрите, что вот это наследство – это смешные деньги. Вот эта карта – смешные деньги. Здоровье дороже. Это тоже закончится, когда вы, в общем, махнете на это рукой, тогда этот ужас и закончится. Вас свободят свой дом. Вы будете работать из дома, кстати. Будете зарабатывать очень хорошо, и будете очень счастливы. Ну, вот так, мои дорогие, да, вот так. А карты вам советуют знать, что вы будете богаты и счастливы. Это не только деньги, это ресурс, восстановление сил. Эта карта говорит, неожиданно смотрите по сторонам, там, где что-то есть, чего вы не видите сейчас, что может дать вам выгоду. Ищите выгоду. Да, ну, это карта выгоды. И так карта вышла, так я сказала. У вас будет выгодное положение. Вы будете иметь выгодное положение. У вас всё будет замечательно. Что скажут карты? Понимаете, проблема вся в том, что он для вас любимый больше, чем вы для него любимые. Ну, карта это говорит. Вот эта карта того, что вы теряете зря время с этим человеком. Вы просто теряете зря время. К сожалению, это так. Ваша жизнь, верните её к себе. Это подарок. Видите, подарок. Вы теряете зря время. Message of concern. Вот она вышла опять. Вы понимаете это, да? Я с колоду беру при вас. Message of concern вышла опять. С этим человеком вы теряете время. Нельзя любить того, больше того, кто любит вас меньше. Это всегда называется self-abuse. Вы себя этим очень сильно обижаете. И теряете зря своё драгоценное время на человека, который любит вас меньше, намного меньше, если вообще любит, чем вы любите его. Будет ответ просто, да или нет. Хорошо. Вопрос, да или нет. Две карты. Которые из них скажут да, которые нет. Итак, первая карта. Первая карта – ребёнок. Вторая карта. Вторая карта – паслый. Первая карта – с меньшей вероятностью. А вторая – точно да. На первый вопрос – малой вероятности, потому что ребёнок малой вероятности. На второй вопрос – да. Вот такой расклад на тему «Исповедь того, о котором вы думаете». Что он думает и думает ли он больше о вас, чем вы о нём или меньше. Нужно помнить всегда по закону Венеры «Если людям мы меньше интересны, чем они нам, нам, ну для личного только, да, не для дел, не для финансов, не для карьера, а я только лично говорю, значит, мы должны сделать соответственные выводы и вкладываться в человека, который любит нас меньше, намного меньше, чем мы их. Лучше не делать этого, поскольку это не так. Должно быть настоящее счастье там, где одинаково люди вкладываются. Но я всем моим слушателям желаю всего самого лучшего, здравого смысла, много денег, много любви, всего самого лучшего, чего вы желаете себе. И я знаю точно, что именно у вас всё будет хорошо и замечательно. Исповедь мужчины, исповедь вашего партнёра. почему он вас предал. Или предал, не знаю, как правильно сказать, а может и не предал, может в чём-то когда-то вас предавал, в маленьком или в большом. Всем привет и здравствуйте! Это Лена из Канады, из Ванкувера, и здесь можно поразмыслить, вслух, используя аналитику Таро над тем, куда идут ваши отношения. Приглашаю вас на очень интересный, интимный разговор на эту тему. Можно задавать любые вопросы моим картам. За вами никто не следит, вы у себя в своём пространстве абсолютно тет-а-тет с моими картами. Включили, никто этого не знает. И я тоже никому не скажу, естественно. Тоже я здесь независимый, таролог в Канаде. У меня даже нет клиентов, то есть я абсолютно независимый. Итак, исправить вашего партнёра, вашего мужчины. Почему он так или иначе себя ведёт? Пажмича. Пажмича говорит о том, что у него плохой характер, он воинственный по своей натуре, а человек воинственный по своей натуре, поэтому так себя ведёт. Бывает. Очень часто бывает такое. Сейчас такое время, что мужчины, которые пришли с войны, они очень воинственны становятся. они... Их характер испортился, потому что головной мозг претерпевал совершенно ну, абнормальные, то есть аномальные, да? абнормал, по-английски аномальные, можно сказать. Решения должны принимать, были аномальные, поэтому мозг у них, конечно, даже те, кто не был на войне, да, пришли с войны или не были на войне, у них, у нас у всех мозг немножко нарушен в связи с этим, но у мужчин особенно, потому что происходит родовая резонация, вот здесь Паш, это родовая резонация с архетипичным человеком, теперь человек хомеонорис, он другой, он не воинственный, он совершенно новый, но в этих условиях происходит резонация с вот таким архетипичным человеком, который ходил на завоевательные войны 10 тысяч лет назад, и вот эта резонация, она вот как бы в мозгу находит такую архетипичную спайку от наших предков, поэтому сейчас нам, женщинам, например, после войны будет очень трудно найти себе пару, я предлагаю в общем позадуматься, посмотреть на мужчин из других стран, где нет войны, потому что иначе это, конечно, очень тяжелая судьба у женщин, жить с мужчинами, у которых вот такая проблема, ну, нарушена мозговая деятельность, да, вот, к сожалению, так, исповедь, исповедь, вот, карта луна, ветер, а еще тем более спажем меча, это, конечно, луна, это наследственность, конечно, это же духи рода луна, так что все, что я сказала, это ваше дело, хотите верьте, хотите нет, но об этом стоит сейчас задуматься многим женщинам, стоит задуматься, чтобы принимать решение с кем быть, как с ним себя вести, да, вот, итак, его исповедь, почему он так себя ведет, десятка пентаклей, у многих ведет себя так и за денег, из-за того, что его деньги испортили, легкие деньги, или из-за того, что у него недостаточно денег, из-за того, что либо ему не хватает больших денег, он хочет много, ему его не устраивает теперешнее положение, ну, что это много денег, либо из-за того, что у него, он жадный, у него, может быть, предки имели много денег, а сейчас он не имеет ничего, то есть, я же, ну, вижу, как карты одна за другой выходят, я читаю в Синасре, то есть, в сочетании, и Луна, это предки, это кармические узлы из-за денег, поэтому, может, он себя так ведет из-за кармических узлов, из-за денег, вот что, что вас ждет впереди с этим человеком, что вас ждет впереди с этим человеком, а карта умеренность, карта хорошая, она говорит, все возможно, возможно поправить отношения, возможно договориться, но пока человек жив, он может договориться, он всегда может все поменять, многое зависит от нас, от нас, от нашей жизни, от нашей реакции, от нашего понимания себя и других людей в пространстве, да, и так, восьмерка чаш, это карта ухода, многие из вас разлучила война, и вы теперь вроде бы устроились на новом месте, и вроде бы вы поменялись, понимаете, когда, например, женщина с детьми переезжает в страну, где вы беженец, например, или просто уехали по работе, еще как-то, вы начинаете понимать, что мир-то он больше, чем свет в окошке, да, вы поехали в Германию, во Францию, в Канаду, ну, куда вы поехали, и вы увидели мир другим, вы увидели, как живут другие люди, это интересно, это очень интересно, какие там законы в стране, да, вначале тяжело приспособиться к этим законам, к огромным налогам, к тем, что нигде ничего не выпросишь, все действуют по букве закона, нельзя войти в ничью положение, с одной стороны, нас это шокирует, а с другой стороны, ну, иначе, иначе нельзя, потому что, когда начинают входить в положение, то коррупция процветает, и так далее, то есть вы попали в новое условие, да, даже если все это вам было знакомо раньше, это новый язык, а новый язык, новый менталитет, все новое, вы по-новому видите роль женщины, потому что в этих странах женщины ведут себя совершенно и по-другому, ну, кардинально по-другому, и вы понимаете, почему нет, даже если это нравится и не нравится, но это что-то новое, и если вы человек прогрессивный, вы сказали себе, я хочу попробовать, я хочу попробовать быть вот в женщине, такой вот, новой, в этих новых реалиях, а он, а он нет, он не там, он не с вами, он не видит этого всего, да если бы даже видел, приехал с вами, и не каждый мужчина перестроится. У меня у Николая взяло несколько лет перестроить свой менталитет, да, из советского на западный. Вот. Я сразу перестроилась. Мне так дико понравилось, еще в Германии. Сказал, боже мой, как хорошо. А он, ему взяло несколько, я бы сказала, 10 лет, пока он перестроился. И он молодец. Он молодец, открытый ум имеет. Мужчине тяжелее, они медленнее, они меняются плохо, они не гибкие, да, им легче сломаться, чем стать гибкими. Вот. Поэтому здесь, видите, вы уходите из отношений. Некоторые из вас уйдут из отношений. Сами уйдете по своей воле. И не потому, что он там плохой, очень плохой. Он же вас все-таки любил, да, как-то, по-своему. А вот по Луне вам суждено уйти из отношений, чтобы попробовать что-то другое, новое. Может быть, чтобы состояться как личность, попробовать как-то зарабатывать самой. Или попробовать жить для себя. Вот. Интересно, да? Интересно очень. Так что вот его исповедь такая, что он гибкий, конечно, или он остался сзади, вы в разлуке, очень многие так. Или же вы разошлись по другим причинам. Здесь ведь паша, меча может быть влияние третьих лиц, родственников, безденежья, какой-то бытовухи. Что такое бытовуха? Это не обустроенная жизнь. Когда нет красоты, быта может быть красивая даже за гроши. Это зависит от нас. Бытовуха какая-то, поэтому, да. И что вам делать сейчас? Паузать это или ставить точку вам? Но, видите, это карта ожидания. Ведь на семерке Пентакли, это очень классная карта, здесь намек на то, что все хорошо в свое время, не торопите события, да. Так, ставить паузу, там, рубить с плеча. А подождите. Не рубите с плеча, подождите. Подождите. И, может быть, дети уже у вас подросли, например, уже студенты, да, и они, у них вот за границей студенты. А что вам делать дальше? Как вам строить свою жизнь? Ждать ли его? Наложиваясь с ним, он с другой человек. Вы другие, вы разные. Вы видите, разные, разный плод. Один зеленый, один созрел. На этой карте вам намек на это. Что делать? Уедете вы? Как беженец или нет? Уедете ли вы как беженец или нет? Ну, конечно, уедете. Вам там, где вы есть, нельзя оставаться. Здесь все на карте есть. Смотритесь в эти символы, потому что качество карты просто отвечает на ваш вопрос. Нет значения карт. Все-то надумано кем-то. Это все неправда в значении карт. На карте все есть. Не все, конечно, например, в этой карте переедут, но некоторые просто в отношениях вот таких. Так что перейдут в другие. Да. А может быть, вам сидеть и ждать, ждать возвращения? Ждать, сидеть, да? Ждать его возвращения? Это карта щедрости вселенной. Видите, сколько здесь людей? Для вас есть другие варианты. Я бы сказала, взрослые люди не должны ждать в этой карте. Это щедрость вселенной, да? Вот и все. А судьба еще сведет многих. По этой карте, видите, судьба, это как зеленая фигура, это судьба. Вас судьба еще сведет. Но когда судьба сводит людей, потому что им обоим плохо, конечно, это нехорошо. Это не потому, что вам нужно быть вместе, чтобы опираться друг на друга, но чтобы вместе что-то делать, да? Так что здесь очень серьезно все. Серьезная ситуация, да. Исповедь мужчины. Ждать или возвращаться к нему, или уходить из отношений. Четверка меча. Вы ждете. Вы даже вот многие меня не послушают. Ну, как меня? И кто это, конечно, чтобы вы меня слушали? Карта дает совет. Карта, знаете, как религия, которая говорит, я предлагаю себе это и это, но ты не должен, если захочешь. Остаться, ждать, двигаться дальше. Вы застыли, вы не двигаетесь дальше, потому что у вас еще это решение внутри не созрело. И может быть, мы же все-таки тоже его исповеди смотрим. Такова исповедь его, что он тоже застыл, он тут чего-то боится, ему что-то угрожает. Что-то ему угрожает. Исповедь. Исповедь мужчины. Почему он так себя ведет? Ну, карта judgment, это карта суд. Он скучает о вас, конечно. Это кармический узел, который вас разлучил. Видите? Это карма. Страшный суд карта. 20-й старший аркан. Он скучает, но, знаете, даже если он скучает, ведь не уйдешь от кармического узла. Не уйдешь. Его может разрубить только Архангел Михаил. А так человек просто выполняет волю своего кармического узла. Так часто бывает, да. Вот. Что еще хочу сказать здесь, да. Ну, это колесо фортуны. Конечно, ему с вами повезло, он это знает. А мужчина, который считает, что ему и женщина повезло, часто ее пользуются, да. Вот колесо фортуны может быть об этом. Да. Ну, а давайте спросим, если, например, вы расстались или в разлуке намеренно, ну, и по вашей вине, или расстались, если у него, например, другая. Переживают люди, да. Потому что особенно молодые люди, ну, да. Карта сила. Видите, здесь все-таки он со своей силой, не с другим человеком, со своей силой. Ну, если бы королева вышла, я бы сразу сказала, что точно другая есть. Но по этой карте, скорее всего, у многих моих слушателей проиграется, что нет, у него нет другое. У многих проиграется, но не у всех. Давайте еще дополнительную карту возьмем, если у него другая. Восьмерка меча. Наоборот, ему сейчас плохо, одиноко. Он страдает, он скучает. Или же он в опасной ситуации, ему что-то угрожает, жизнь ему что-то угрожает. Видите, восьмерка меча. Показываю перед вами. Да. Очень сложно сейчас всем, еще раз повторяю, нашим людям, то есть из Советского Союза, бывшего, бывшего. Это могут быть люди, ну, с 15 этих наших советских, бывших республик. Но там же больше народов, там более 100 народов, да, в этих 15 республик было. Поправьте меня, если я не права. А вот, и на конечной революции советский строй наложил отпечаток. Сейчас война, послевоенное время. Женщины должны знать, что это для нас испытание, если мы хотим отношений, да, если мы хотим быть, ну, как бы, независимы, это одно. Женщину сейчас нашу толкает реальность быть очень независимой. Очень независимой. И не ждать вот по семерке Пентакли. Я отвечаю, используя карты. То есть, не забываем, я независимый таролог. Я живу в Канаде, это страна свободы вообще всего. Свободы слова и так далее. Так что, хотите, верьте, хотите, нет. Кое-что с вами будет резонировать, а кое-что нет. Знаете, иногда нас бесит, что он ушел к другой. Если у кого-то ушел к другой, да, вот ушел к другой. Смотрите, видите, на карте показывает. Он вам показывает, что на карте есть женщина, которая больше ему подойдет. И обижаемся ли мы, когда он ушел к другой? Нет, он не наш человек. Если мы поймем, что мы же не будем с тем человеком, который не наш человеком. Бывает такое, да? А бывает, он ушел к ней, она некрасивая. Или он ушел к ней, она старше. Послушайте, любят не за возраст и не за красоту. Любят за то, что человек подходит. С ним комфортно, с этим человеком, да? И вот здесь нужно понять, что он ушел к другой, может быть. Не ваш человек. Это вам шанс найти себе другого, да? А может быть, вот до конца этого месяца, да? Увидитесь ли вы? Давайте так. До конца этого месяца увидитесь ли вы? К сожалению, карта башни до конца месяца вряд ли. Это карта башни, она говорит, что до конца месяца вряд ли вы увидитесь. Четверка меча, видите, много очень помех. Много очень таких обстоятельств, которые не дают вам встретиться до конца этого месяца, например, да? Вот. И туз, как чаш говорит, вы увидитесь точно, обязательно, но позже. Вот такие дела, мои дорогие. Да-да-да-да-да-да, сложно. Но вот исповедь такая, он как на духу, здесь он, вот вообще такой честный расклад, он на чистоту все говорит здесь с вами. У меня всегда очень честно раскладывать, при вас все делаю, тем более не завяжу ни от кого. Как вы, что такое, что так я говорю. Да. И вопрос такой, будете ли вы загаданным вами человеком? Ну, с ним очень тяжело сейчас, видите? Вот, вот и все. Будете ли вы загаданным вами человеком? Ну, вот тяжело, видите, в гору вы идете, то есть вы хотите договориться, но ему и вам тяжело, вы разные люди очень. По этой карте, если вы готовы, что с ним будет тяжело, потому что характеры ваши не совпадают, да, будете вместе, потому что жажда, хорошая карта, у вас есть притяжение, но тоже есть многое в характере, что у вас разное. Поэтому, если вы готовы на такое, да, а если нет, то ищите другого, ищите другого тогда, вы смотрите, король Пентакли. Да, вот на вопрос, будете ли вы загаданным человеком, король Пентакли, это другой какой-то, да, вот смотрите, видите, две карты, первая вышла, это карта тяжести, вторая карта короля Пентакли, но Пентакли не только деньги, этот человек будет просто вам лучше подходить, другой есть, да, есть в природе, дорогие мои, 8 миллиардов людей, в природе с тысячи, тысячи, которые нам могут шикарно подойти, и независимо от культуры или страны, да, ну, мы задаем ему вопросы, мы вызвали его на откровенный разговор, на исповедь, допустим, вы сейчас в разлуке, и допустим, он вас заблокировал, да, или еще как-то, объявится ли он, появится ли он, планирует ли он появиться в вашей жизни, пятерка чаш, это пятерка, знаете, это карта разлуки, так что вот он не очень-то и планирует сейчас, ну, честно, честная карта, да, вы смотрите на эти осколки, хотите все склеить назад, разве можно, используя чашку, которую вы склеили, так что здесь так, он вряд ли объявится таким, каким вам он понравится, он объявится таким, каким он есть, человек идет по кругам своим, да, по кругам своим, да, и ведет себя часто, человек неадекватно, нам кажется, но по его понятиям, он себя ведет так, как умеет, если нам не нравится его адекватное поведение, нужно ли искать другого, вы знаете, пятерка Пентакли говорит, вам нужно восстановить себя, даже сейчас поиск другого не так его роль играет, как вам нужно понять, чего вы хотите, восстановить себя, вот, но мы женщины часто мужчинам, конечно, удобные, да, удобные, любовь или удобство, а эта карта та же самая вышла, ему даже и неудобно, потому что он удобно себе много найдет, да, к сожалению, женщины себя не ценят часто, вот, по этой карте, конечно, но он сам запутался, я бы сказала, да, подписывайтесь на канал, смотрят обычно люди не подписаны, потому что если вы подписаны, там будет такой чемоданчик, возле вашего имени, подписка означает, ну, или люди не открыли подписки, поэтому я не знаю, кто подписан, а кто нет, подписывайтесь на канал, да, исповедь мужчины, напишет, позвонит, приедет ли, да, напишет, позвонит, приедет ли, пятерка меча, знаете, в будущее пять недель не стоит его ждать, примерно число пять, или пять дней у кого-то, не стоит его ждать на будущее, вот, несколько дней или недель, но видите, он еще не созрел, видите, не созрел для примирения, или еще для чего-то не созрел человек, не созрел, да такое бывает сожалению мы вот любим а не разобравшись кто он и что он вот исправить его кто он все-таки кто шестерка меча вот видите вы влюбились не разобрались а шестерка меча это карта очень сложного человека узнаете по этой карте держит камень за пазухой то есть вы влюбились не разобравшись мы влюбая влюбляемся гормонально наши предки они влюблялись много еще тогда не было института семьи да поэтому у нас вот этот архетипичный человек такой древний влюбляется не разобравшись просто гормонально а потом оказывается что человек не просто не наш он еще и очень опасный для нас в общем дело нужно только тогда влюбляться когда вы разобрались это очень сложно это очень сложно но подписка это для вас чтобы здесь быть родным подписка же не для меня вы делаете безусловно это для вас это канал службы людям если вы хотите чтоб вам служили подписывайтесь это не для меня подписку вы делаете абсолютно нет такие дела да иногда так бывает что у меня такое было тоже в юности что ну вот пожалуйста он выбрал другую что делать ну что делать это это очень и очень сложно если гормональная влюбленность до звезда то гормональная влюбленность а он выбрал другую исцеление может быть годами или эзотерическое исцеление вот как с моими чистками можно конечно сделать такую отсушку очень быстро но если ничего не делать просто себя накручивать голове так вспоминать запах его голос можно себя так накручивать 20 лет это это очень длинная карта звезда если он выбрал другую но у нас молодости у всех так было да но не у всех у многих кто-то мне был особо красивый или некрасиво было или еще что-то но у меня такое было пишите в комментарии у вас такое было да да к сожалению мы люди хотим мы картам неправильно относимся мы хотим чтобы карты вы знаете с одной стороны мы понимаем что маги это жизнь а с другой стороны мы хотим чтобы карты вот как по мгновению решили те вопросы которые мы можем сами решить карты дают нам направление анализ ситуации направление как решить тот или иной вопрос но а делать она своими ручками и ножками своей головой карты помогают дают направлении вот но к сожалению очень многие неосознанно относятся к этому замечательному инструменту да вот тогда так так что такое дело исповедь его исповедь ваша ведь у вас не складывается с людьми а потому что у вас у вас нет понимания алгоритма жизни у вас нет понимания что нет не все место где мы есть должно нам соответствовать вот у вас нет этого понимания это карта соответствия да часто если мужчина нас обидел нам хочется чтобы у него с другой было все плохо но как бы это месть вместе это это абсолютно натуральное чувство да вы же сами у себя сейчас дома тайна но вы можете возрослая девочка вы можете быть мстительной по если вас сильно обидели какой хотите никто за вами следит у вас дома шторы закрыты правда а поэтому чувство месть это натуральное чувство не слушайте церковь где говорит вам что вам что чувствуете что не чувствуется что чувствуется а те чувства которые мы подавляем в себе они наоборот делают погоду и могут из нас сделать монстров поэтому когда вот насчет другого другой да мы хотим чтобы у него там было все плохо с другой но за карта смерти да у нас все плохо с другой вот иногда так бывает что человек ушел с друг к другой в общем такое место и у вас есть дети или ребенок и он не отпускает держит вас как-то как-то непонятно энергетически до хочет вернуться или хочет найти общий язык с вами или нет да что вам делать в данном случае до уже пять лет как ушел дуку другой видите какая карта 6 шестерка чаш он уже пять лет как ушел другой вот через шесть лет я бы сказала выйдет все вот это его дури с головы его спесь она выйдет и он начнет пытаться с вами наладить отношения он вспомнит что у него есть ребенок он вспомнит что у него есть вы но год остался но проблема вся в том что он то не поменялся он просто понял что с вами то было лучше но вы за эти пять лет стали другая примите ли вы его стоит ли его принять если уже пять лет вот такое происходит восьмерка пентакли нет не стоит он не достоин вас он вас не достоин да давайте еще и строить мужчины что скажут карты исправить мужчины что скажут карты но вот десятка жезлов о мужчине тяжело он сам от себя устал он запутался ему тяжело он идет по своей дороге он идет сам он тянет на себе свой опыт он у него грешный он бы тяжелый у него опыт жизненный тяжелый он много кому жизнь подпортил какие у него намерения и стоит ли дать ему шанс что хочет от меня какие намерения стоит ли дать ему шанс намерение сильные страсть есть страсть есть рыцарь пентаклей а иногда может использовать вас как трофею то есть гордиться перед всеми вашей красотой умом но это нехорошо на долгое время на короткое время может это и забавно восьмерка пентаклей какие у него намерения наверное хочет вас использовать по этой карте намерение таковы что он силам он он в отношениях будет стараться все таки быть собой делать так как ему удобно и выгодно он вряд ли будет с вами считаться а если еще человек из другой культуры вам нужно понять что это часть его культуры потому что ну вот например на западе такова культура что а мы не переделываем друг друга на западе мы не стараемся понять договориться когда нет невозможно мы понимаем что если нас другие люди и мы просто освобождаем место да то есть ищем себя другого на западе человек он не холодный он он другой он более свободный он не зависит от другого и не будут люди мириться с друг другом если совершенно плохо все они просто с достоинствами с уважением до отпустят друг друга и будут идти дальше но это человек из другой культуры у вас да скорее всего у меня много смотрят люди же у кого отношения на западе живу с другими людьми нужно их понимать чем больше мы считаем что неплохие холодные алчные тупые еще некоторые думают да тем хуже для нас тем больше мы понимаем что то абсолютно другая культура эта культура где люди каждый отвечает за себя они за друг друга не относятся как как детям друг другу в отношениях относятся очень независимо поэтому здесь карта независимости тройка жезлов у вас может быть в этой новой культуре еще три шанса есть буквально на пороге три других мужчины которые могут вам помочь или были быть быть с ними вот вы может быть вместе много лет двадцать или даже тридцать но последнее время стали отдаляться друг от друга и он не сдержанный не сдержанный но не сдержанный но в то же время он говорит что вам благодарен и ценит вас что его волнует почему так а это его предки стоят перед вами буквально на этой карте стоят три предка и они показывают карту они показывают стратегию они показывают что он издержанный потому что такой характер унаследовал от предков и он вас ценит по той причине что вы помогаете ему справиться с тремя демонами у него у него живут три демона внутри это демоны неправильного не культуры не культурного поведения это демон и еще два других эти демоны им руководят и он знает что будучи с вами он может от них избавиться быть будьте аккуратны в данном случае он может этих демонов переложить на вас и он может даже этого не знать это подсознательно он справляется с вами с тремя демонами и есть такая вероятность что он их переложит на вас просто вот вот что вот чем дело и вы окажетесь сама а вот и с его демонами внутри так что с этим человеком никогда не будет хорошо он будет говорить что он вас ценит потому что вот питается от вас и вы может быть 30 лет вместе но эти демоны они у него вырастают они все больше и больше нужно отдалиться от него нужно не позволять его демоном сосать с вас энергию но с ним можно продолжать жить но своей жизнью это трудно это трудно но с возраста мы вообще начинаем возвращаться к себе да вот такие дела да такова правда жизни такова исповедь мужчины мои дорогие в это в рамках этого видео каков совет дадут вам таро карта выходит весь весь расклад виде я хорошо миша карты но это карта счастья у вас ожидается семейное спокойное счастье спокойная жизнь вы знаете даже семья это же как маленькое государство да если расценивать семью как маленькое государство или как все еще лучше если вы но вообще уменькая образа благоразумен кая вы будете расценивать семью как вся земля с многими государствами а вы идут другие люди в семье это отдельное государство если мы будем так друг друга относиться не наступать друг другу на больные места и не не пытаться понять почему-то человека вот эти больные места у меня другие почему мне соответствую но мы не можем соответствовать другим и другие не Они рождены соответствовать нам, даже если они очень близки к нам, особенно дети, особенно родители, особенно партнёры, мужья, жёны. Вот если мы будем рассматривать, как каждый из нас царство государства и новые законы теперь между государствами, вот эти законы миролюбивые, экономическое взаимодействие, не все государства, которые не имеют ещё этот продвинутый менталитет, понимают эти законы. Точно так же и в семье. Сейчас у нас есть шанс посмотреть, что происходит в мире и делать выводы, как нам строить семью. У-у-у, это какой шанс для всех. Для всех нас. Это шикарный шанс. Ну, это большая беда, война, большая беда. Но для нас это шикарный шанс понять, как работает семья, потому что семья — это институция религиозная, придуманная. Точно так и государство религиозное придуманное, институция государства, обвесли. Но вот то, что происходит сейчас в мире, полностью отражает, как нужно нам понимать других людей в нашей семье. Ну, меня мало кто поймёт сейчас, потому что, судя по тому, что мне пишут люди, вот вчера некоторые комментарии меня так расстроили, что я, ну, просто аж сердце закололо, вы знаете. Очень многие меня не поймут. Очень многие не поймут меня. Я впереди своего времени. Да. Очень многие не поймут. Ну, имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит. И имеющий сердце да поймёт. Всем здравого смысла, всем самого лучшего. Становитесь спонсорами, это для вас полезно. Посылайте донаты, это тоже вы делаете не для меня, а для себя. Потому что тот, кто вложился в то, чтобы жизнь свою разрулить и сделать её нормальной, тот, конечно, будет за это нести ответственность и сделает это. Так что даже донаты вы это делаете для себя, чтобы получить мою помощь. Всем добра и здравого смысла. Пока.